Соревнования в дисциплине «Горный бег» легкой атлетики предусматривают скорейшее достижение финиша по четко обозначенной трассе с определенными параметрами по подъемам и спускам. Трасса исключает любую опасность. Кроме того, в Сочи соблюдено и одно из приоритетных международных требований – проведение соревнований в условиях живописного ландшафта. Во всем мире есть такая тенденция, что горнолыжные курорты зимой обслуживают лыжников, а летом многие из них принимают соревнования, в том числе и по горному бегу, потому что у них имеется достаточно хорошая инфраструктура, которая всех устраивает, и те уклоны трасс, которые там существуют для горнолыжников, они подходят и любителям горного бега. Чемпионат России по длинному бегу пройдет по дорожке от ресторана «Шале» вдоль склона до начала подъема к Хмелевским озерам и далее на Плато, а дистанция Кубка России по бегу вверх вдоль канатной дороги до станции «Роза-Пик». Так что все, кто будет в тот момент на подъемнике, станет зрителями соревнований. Там уже то место, по которому будут завтра бежать спортсмены, уже почти освободилось от снега, потому что там прошли водроциклы. Так что трасса готова. Для Сочи это новый вид спорта. Наши немногочисленные атлеты участвуют в подобных забегах, но к финишу приходят, как правило, последними. Я уже бежала эту дистанцию. Очень понравилось. Очень сложно, но это и хорошо. Поэтому заключается горный бег. Что касается сочинских легкоатлетов, то воспитанников первой спортивной школы, например, для тренировок устраивают и мацестинские склоны Орлиных скал. Тем, кто серьезно увлечется горным бегом, обещали улучшить условия для тренировок. Возможность есть. Департамент физической культуры и спорта выйдет на руководство Роза Кутер с целью обеспечить на самолюботных и безвозмездных условиях допуск на территорию. Старт соревнований по горному бегу уже дан. В перспективе у Сочи выход на международный уровень. И если до соревнований по трейл-раннингу будем бежать еще не один год, то для проведения одного из этапов Кубка мира уже есть все условия. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ